В Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки шелкопряда введен в Илекском, Сакмарском, Оренбургском, Ташлинском районах и Кувандыкском городском округе. Федеральное агентство лесного хозяйства выделило 18 миллионов рублей на закупку химических и биологических препаратов для борьбы с этими вредителями. Погодные условия и аномальные явления, которые у нас в последний год наблюдаются, это засухи, отсутствие осадков необходимых. Все это провоцирует всплески численности данных вредителей. К сожалению, не везде имеется возможность обработать насаждение, поскольку не допускается применение пестицидов в водоохранных зонах и близко расположенных участках к населенным пунктам. Таким образом, вместо 30 тысяч гектара обработали лишь 14 тысяч. Оставшиеся вредители, по словам заместителя министра, не должны спровоцировать новые вспышки. Однако это еще не вся беда. Яйца химикатами не уничтожить, поэтому шелкопряд будет и в следующем году. Плодовитость одной самки до 1000 яиц. Из них выходят гусеницы. Конечно, смертность гусениц бывает до 30%, потому что каждый необходим до 15 грамм. Если мы перемножим, то получится достаточно большое количество листвы. Они по литературным источникам могут питаться 450 породами, не только лиственных, но и хвойных деревьев. Поэтому у нас они и тополь повреждают, и березу. На сегодняшний момент у нас поврежденные лесные насаждения, они дают повторичный лист, и те повреждения, которые были, они через буквально неделю-две, все эти леса, они восстановятся. Помимо непарного шелкопряда, на территории Солилецкого городского округа, Намбаровского и Булакского районов, наблюдаются вспышки пилильщиков ткача, которые наносят вред в основном хвойным деревьям. Обработки против этих вредителей ведутся в очагах его распространения уже более пяти лет. Оренбуржцев предупреждают, что не надо посещать леса, где идет обработка. Узнать территорию и сроки их проведения можно по телефону, указанному на экране. Валерия Шарова, Максим Арарь, городской телеканал ЮТВ.